Галя и Лёша были знакомы с детства, и сколько Галя помнила себя, столько и промышлял с сочинительством её приятель. Они были ровесниками, родились в середине 80-х годов в маленьком уральском городке, жили в одном микрорайоне и даже на одной улице в частном секторе. Почти все представители взрослого населения микрорайона работали на машиностроительном заводе, а все дети ходили сначала в один детский сад, а потом и в одну школу. Потому получилось так, что Галя, Лёшка и другие их ровесники общались практически в режиме нон-ступ, расставаясь только на ночь. Летом играли в индейцы, в лучников, в прятки играли, 12 записок, казаки-разбойники, строили клетки из подручного материала, зимой катались с горки, строили снежные крепости, играли в царь горы. Иногда, когда позволяла погода, а носиться бегом надоедало, ребята сидели на скамейке рядом с общими качелями, болтающимися на длинных стропах, и слушали бесконечные истории, которые рассказывал Алёша. Порой это были страшные истории, которые лучше всего заходили в сумерках или в темноте. Правда, домой потом идти было очень уж боязно. Ребята никак не могли решить, кто кого провожает, потому ходили все вместе, и последним оставался Алёша. А иногда это были героические истории, и в главной роли всегда представал сам рассказчик. Другие мальчишки злились, и тогда Лёшка замолкал. «Рассказывайте о себе сами». Как бы говорили выразительные синие глаза Лёшки, он сдувал с олба растрепавшиеся светлые пряди и задумчиво насвистывал. В конце концов, возмутители спокойствия в полной мере осознавали свою вину, и рассказ продолжался. В своих бесконечных мечтах Лёшка то спасал моряков с ледокола, едва не сгинувшего в Северном Ледовитом океане, то выводил из тайги пассажиров, выживших в авиакатастрофе. Сегодня он плутал в джунглях Амазонки, а завтра уже пересекал Сахару на верблюде. Хоть бы раз взял кого-то из нас с собой. Подначевала Лёшку ехидная Галя. Она уже в пять лет прекрасно знала, что нравится ему, ведь он всегда дарил ей самые красивые камни и самые редкие стеклышки, которые он находил. А однажды притащил Галя настоящую морскую ракушку, и они вместе пытались извлечь из гладкой полированной ракушки шум прибоя. Ракушку привезла из Питсунды в 1967 году бабушка Лёшки, потому пришлось вернуть семейную реликвию хозяевам. «Хочешь отправиться со мной в путешествие?» Сузил в глаза Лёшка, который обычно пропускал мимо ушей насмешки Галли. «Хочу!» «Хорошо! Завтра зайду за тобой после обеда. Будь готова!» «Мели-мели, Емеля!» Сложив руки на груди, Галя дёрнула плечом и задорно покосилась на Лёшку. Она подсмотрела этот жест в одном из кинофильмов. «А вот увидишь, зайду!» Следующий день был выходной, суббота. Родители Галли окучивали картошку, им некогда было заниматься дочкой, и они с радостью отпустили её гулять. Чужаки на их улицу не заходили, потому что у большинства окон или на скамейках дежурили местные старушки, внимательные и бдительные. Целыми днями дети гуляли без сопровождения родителей. Единственным условием было не покидать улицу, и это условие никто не рисковал нарушать. Не очень-то хочется, получив наказание, сидеть дома, когда все друзья бегают. Когда Галя вышла, Алёшка уже ждал её у ворот. В руках у него был узелок, привязанный к длинной тонкой палке. Такой узелок Галя видела на картинке в книжке «Приключения Чиполину». «Что это у тебя?» Галя указала глазами на узелок. «Провизия!» – важно ответил Лёшка. «Путь предстоит не близкий, нужно будет подкрепиться в дороге». Галя с улыбкой смотрела на друга. Ей было смешно от того, как его распирает собственная важность. «Ты что улыбаешься?» – подбоченил Лёшка. «Ты взяла что-нибудь поесть?» «Вот интересно, если она взяла, то куда сложила?» Галя опять стало смешно. Она вышла с пустыми руками. Даже в ситцевом цветастом сарафане не было карманов. Правда, на голове панама, потому что волосы у Гали тёмные. Солнце может напечь голову. «Я мигом», – весело сказала Галя и скрылась во дворе. Она быстро заскочила в прохладные сени, скинула сандалии и пробежала в кухню. На столе обнаружились подсохшие пряники в бумажном пакете. А в хлебнице был хлеб, который мама нарезала к обеду, но его не весь съели. Прихватив ещё пару огурцов, Галя сложила провизию в сумку из плащевки. «Ну вот, теперь можем идти!» – деловито кивнул Лёшка, оценив старания Галли. Они пошли вдоль улицы в сторону гаражей, стоявших на отшибе. «Лёш, а куда мы отправимся? Далеко?» «Далеко», – лаконично согласился Алексей. «Ну хоть чуть-чуть скажи». «Если я скажу, Галка, тебе неинтересно станет». «Ну пожалуйста, Лёша, ну скажи, скажи». «Цыц, вот не зря папа говорит, что с бабами одна канитель, а не дело». «Чего-чего? Я вот сейчас уйду домой и топай дальше один». Галя остановилась, как вкопанная. «Да ладно, Галка, не сердись. Это же не я так сказал, а папа». Видя, что Галя продолжает насупившись стоять, Лёшка прибегнул к испытанному способу. Извинился так, как их учили в детском саду. «Галя, извини меня, пожалуйста. Я больше так не буду». Его огромные синие глаза смотрели на Галю с мольбой. «Последний раз прощаю». Дёрнула плечом Галя, но энергично зашагала рядом с Лёшкой. Вскоре они оказались перед самым дальним заброшенным гаражом. Двери в нём давно выбили, а вход зарос травой. Однако узенькая тропинка была протоптана. «Клянись», – торжественно сказал Лёшка, остановившись у зияющего дверного проёма и серьёзно глядя на Галю. «Зачем?» – удивилась Галя. «Так надо. Это моя тайна. Никто о ней не знает, даже родители. А теперь это наша общая тайна. Клянись, что никому не расскажешь. Клянусь». «Пойдём». Лёшка потянул Галю за руку. Они шагнули в сумрак гаража, и Галя увидела там какое-то сооружение, собранное из разных ржавых штук. Сверху была установлена телевизионная антенна. Нечто подобное Галя видела на картинке в книжке про Дениса Кораблёва. «Что это?» Галя даже рот разинула, так удивилась. «Это машина времени», – скромно сказал Лёшка. «Я в одном кино видел и тоже решил собрать. Сейчас мы с тобой её испытаем». «Как испытаем?» Галя, если честно, порядком струхнула. «Отправимся в будущее или в прошлое?» «Что?» Галя была в ужасе. «Какое прошлое? Какое будущее? А если там динозавры? А если инопланетяне? А обратно потом как?» «Нет уж, дудки!» Она на такое путешествие не согласна. «Лёша, ты не обижайся!» – заискивающим тоном заговорила Галя, пятясь к выходу. «Я совсем забыла. К нам же сегодня бабушка и дедушка приедут, а они обещали привезти мне пастилу. Я ещё никогда не пробовала пастилу и очень хочется попробовать». Галя была жуткой сладкоежкой и об этом знали все. Лёшка удивлённо смотрел на подругу. Допятившись до выхода, Галя споткнулась, шлёпнулась, потом быстро поднялась и бегом кинулась вдоль улицы к своему дому. В субботу вечером приехали бабушка с дедушкой, а потом забрали Галю к себе с ночёвкой. Галя гостила у них весь следующий день и на прогулку не вышла. С Лёшкой они увиделись только в понедельник в садике. «Ну как увиделись?» Лёшка полностью игнорировал Галю, на контакт не шёл. Все её попытки вызвать его на разговор оказались безуспешны. Галя в силу возраста не понимала, за что Алёша обиделся на неё, но то, что сильно обиделся, чувствовала прекрасно. Он не садился рядом с ней в свободное время, не подходил во время прогулок, не дарил красивые камушки и редкие стёклышки. Когда Галя выходила возле дома на прогулку, у Лёшки всегда возникали срочные неотложные дела и он уходил. Правда, вскоре ему именно этот вид бойкотирования наскучил. Так совсем не погулять, ведь Галка постоянно торчит на улице в общей компании ребят. Лёшка снова начал гулять вместе со всеми, рассказывал свои захватывающие истории, однако на Галю внимания по-прежнему не обращал. Если сначала Галя очень переживала и постоянно предпринимала попытки вернуть расположение Лёшки, то со временем привыкла к новому положению вещей. Так уж мы устроены. Человек адаптируется почти ко всему, в том числе к равнодушию близких и дорогих людей, а ребёнок тем более. Не хочет разговаривать и не надо. И вообще, кому сдались эти мальчишки? Галя решила, что будет дружить только с девочками. Подруги выбрала двух более-менее спокойных и не звёздных девочек, Аню и Марину. Всё было неплохо. Троём они строили дома для кукол в группе, лепили куличи на улице в песочнице и искали красивые камни за верандой. В один из дней Аня пообещала, что завтра принесёт зефир и будет угощать Марину и Галю. Зефир тогда было купить не так уж и просто, и Галя даже не помнила, когда пробовала его последний раз, но знала точно, это невероятно вкусно. Однако на следующий день, когда Аня принесла обещанное, они с Мариной объявили Гале, что больше с ней не дрожат. А через час, когда они съели зефир вдвоём, опять подул ветер перемен, и дружба чудесным образом возобновилась. Галя может и не блистала особыми талантами, но глупенькой она точно не была. Ей было давно наплевать на этот зефир. Однако она была в шоке от обрушившихся на неё бессовестного предательства, чудовищной несправедливости и мелочной подлости. Не удостоив подруг ответом, она развернулась и ушла. Дело было на прогулке, и Галя спряталась за веранду. Давясь слезами, она методично вела раскопки в поисках какой-нибудь красоты. Но, видимо, день был не её, и красоты не попадалось. «Вот, держи!» – услышала Галя над головой и подняла зарёванное лицо. Рядом с ней стоял Лёшка и протягивал ей небывалой красоты оранжевое стёклышко. «Спасибо!» – Галя быстро вытерла лицо рукавом и схватила стёклышко, пока Лёшка не передумал. «А ты больше не сердишься на меня?» «Нет, больше не сержусь. Тем более, машина времени почему-то не работает. Надо доделывать». На следующий день Лёшка принёс в садик зефир в шоколаде. Целый пакет принёс. Где он его взял во времена дефицита, так и осталось загадкой для Гали. Лёшка угостил всех, кроме Ани и Марины. Не помогли ни слёзы подруг, ни увещевания воспитателя. С тех пор Галя и Лёшка не расставались. Через два года пошли в школу в один класс. Сидели за одной партой. А Лёше, в отличие от многих других мальчишек, было всё равно, когда его дразнили и подшучивали над тем, как он по пути в школу и из школы тащит два ранца, свой и Галки. Галя не представляла себе друга лучшего, чем Лёша. Даже тогда, когда преодолев нескладный подростковый возраст, она начала расцветать, и парни не давали ей проходу. А сколько раз приходилось Лёшке отстаивать своё право находиться рядом с Галей при помощи кулаков. Он постоянно дрался с кем-нибудь за школой, и вскоре его стали побаиваться даже старшие ребята. Он не боялся ничего и никого, не признавал никаких авторитетов. Мать и отчим Лёшки, тот самый, которого Лёша называл папой, не вылезали из комиссии по делам несовершеннолетних и из детской комнаты милиции. В конце концов, от Гали и Лёшки все отстали, поняв, что встать между этими двумя не получится. Даже мама Гали, которая многократно пыталась повлиять на дочь, махнула рукой на эту редкую и странную дружбу. Маме Гали Лёшка не нравился. Во-первых, он был из очень простой и небогатой семьи. К тому же, все взрослые помнили историю появления Лёшки на свет. Его настоящим отцом был криминальный тип, погибший во время поножовщины. Это уже потом мать Лёшки смогла выйти замуж, несмотря на наличие маленького сына. Людская молва часто бывает зла и несправедлива. Именуя таких как Алёшка, некрасивым и недобрым словом, прицеп. Во-вторых, Лёшка был очень упрям, сам себе на уме. Постоянно что-то придумывал или мастерил. Все парни как парни. Бегают по улице, катаются на великах. А этот всё что-то придумывает, изобретает, да за Галю воюет. Странный какой-то. Точно не от мира сего. От таких не знаешь, чего и ожидать. В-третьих, ростом не особо удался. Почти на пол головы ниже Гали. Ну, возможно, просто Галя слишком высокая. Выше всех девчонок в классе. Но… но за ней такие парни бегают. А она кроме фантазёра своего, никого будто и не видит. Совсем он ей голову заморочил. Несколько раз мать Гали пыталась обсудить с мужем тему отношений Гали и Лёшки. Но тот лишь отмахивался. Мол, сами разберутся. Учился Алексей неровно. У него были пятёрки по математике, информатике, физике, химии, а по всем остальным предметам – тройки и четвёрки. Особенно не взлюбил Лёшку историк. Потому что упрямый ученик всегда имел на всё своё мнение, да ещё и позволял себе строить какие-то невероятные гипотезы. Историк постоянно порывался вывести Алексею Неуд за четверть, но руководство школы сильно бдило за успеваемостью, и это сильно мешало развернуться разгневанному преподавателю. Зато преподаватель физики Лёшку просто обожал. Они могли подолгу обсуждать какие-нибудь сложные задачи, экспериментировать, спорить. Однажды, когда Лёша и Галя учились в девятом классе, они дома у Алексея в его комнате готовились к зачёту по географии. У Лёшки было спокойнее, а дома у Гали теперь всегда стоял шум до потолка. Когда Гале было тринадцать, у неё родились брат и сестра, двойняшки. Сейчас им было по два года, и дом был постоянно перевёрнут вверх дном. Какая же скукотища! Лёшка громко захлопнул учебник по географии, улыбнулся, потянулся и взерошил рукой белобрысый ёжик на голове. «Лёша!» Галя строго нахмурилась. «Уже второй раз за полчаса. Мечтаешь пойти на пересдачу по этой теме?» «Ой, Галя, пойдём пить чай». «Так полчаса назад только пили». Не сдавалась Галя. «Ну, Галя!» «Безну Галя, пожалуйста!» Тяжело вздохнув, Лёшка потянулся к столу и взял книгу. Удовлетворённо кивнув, Галя вернулась к щенью. Она даже не поняла, что Лёшка взял другую книгу. «Галь, можно я вслух почитаю? Я так лучше воспринимаю!» Невинно спросил Лёша спустя несколько минут. «Ну, хорошо, читай, я послушаю». Вздохнув, Галя отложила учебник, закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. «Слушай!» Галя почувствовала улыбку в голосе Алексея. Вдруг Алексей прочитал красивые стихи о любви. Галя сидела, слушая голос Лёшки и не в силах открыть глаза. Она слышала, как он закрыл книгу и переместился ближе. Едва Галя открыла глаза, как Лёшка коснулся её губ своими. Поцелуй был невинным, но сердца Гали и Лёши стучали так, что казалось, этот стук слышен даже на улице. «Ты мне в любви признался?» Галя заговорила первая. «Да!» Лёшка не отводил взгляда, хотя лицо его пылало. «Жаль, сам не умею сочинять стихи. Это Бродский». «Очень необычно. Наверное, если бы ты сочинял стихи, они были бы особенными. Как ты? Как ты?» «Галя, я хочу, чтобы ты пообещала». «Что? Что, когда нам исполнится по 18, ты выйдешь замуж за меня?» «Вот так сразу? Даже не после учёбы?» «Вот так сразу?» «Хорошо», – гивнула Галя. «Я обещаю. Я и не могу представить себе никого другого рядом. Они все чужие для меня. Главное, ты сам не передумай». «Я не передумаю». Семья у Алёшки и вправду была очень простая, но без дела там никто не сидел. Отчим работал на заводе токарем, а мать буфетчицей. В конце 90-х, начале 2000-х, завод переживал не лучшие времена. Потом, позже, у завода появится новый хозяин и всё наладится. А пока семья жила тяжело, едва сводила концы с концами. Многие мужчины ездили на север, работали вахтовым методом. Однако, мать Лёшки была категорически против такого расклада и мужа на север не отпустила. Со свойственной ей прямотой заявила, что уже была вдовой настоящей и теперь не хочет быть даже соломенной вдовой. Отчим Лёшки брал шабашки и Лёшка ходил с ним, помогал. Сначала родители думали, что Лёшка, окончив девять классов, поступит в училище, а потом пойдёт в армию. Однако Лёшка твёрдо стоял на своём. Он собирался идти в десятый, одиннадцатый классы. Лёшка не оставлял мечту о высшем образовании. Однако дома ему сказали сразу «забудь». Их в городе вузов не было, а отправлять Лёшку на учёбу в другой город родители себе позволить не могли. Как это часто бывает, в дело вмешался случай. Во время учёбы в десятом классе Лёшка победил в личном зачёте в городских олимпиадах по физике и по математике. Его отправили на областные олимпиады. По физике Лёшка победил и там. Это произошло впервые в истории городка. Школьник взял золото на областной олимпиаде. Лёшку пригласили на главную олимпиаду в столицу, и администрация города неожиданно оплатила поездку. Из столицы Лёшка привёз бронзу и неожиданно стал настоящей гордостью, гордостью школы да и всего городка. В одиннадцатом классе история повторилась. Учитель физики приходил домой к Лёшке, беседовал с родителями, говорил, что их сын должен продолжить образование, но те лишь разводили руками. Отец Гали ездил на север, и их семья жила более благополучно. Галя собиралась подавать документы в педагогический университет, расположенный в областном центре. Лёшка уверял Галю, что они всё равно будут вместе. Он обязательно что-нибудь придумает. Однажды, уже после выпускного, когда до начала приёма документов в вузы оставалось несколько дней, к Гале пришёл взволнованный Лёшка. На улице было дождливо, потому гулять не пошли. Галя, меня приглашают в университет Новосибирска, принимают на физический факультет по результатам школьных экзаменов и олимпиад. А самое главное, то что жить я буду не в общаге. Мне профессор Старов, с которым я в столице на олимпиаде по физике познакомился, выбил однокомнатную квартиру от университета. Но при условии, что я буду учиться, конечно. Он сказал, что у меня талант, и его надо развивать. А для этого нужны условия. А ещё меня будут пускать на практику в конструкторское бюро в Академгородке. Старов говорил с моими родителями, и им пришлось согласиться. Он их убедил. Галя во все глаза смотрела на Лёшку. Она была очень счастлива, что его талант наконец-то заметили и признали. Справедливость восторжествовала. Но как же Галя теперь без него? Ведь он собирался на ней жениться, как только им исполнится по восемнадцать. Галя молчала, и Лёшка заглянул в её лицо. Галя, ты помнишь, о чём мы договаривались? Ты обещала стать моей женой. Да, но как теперь? Пробормотала Галя. Я уезжаю завтра утром. Ты ведь поедешь со мной? Педагогически можно поступить и там. И даже в общаге жить не надо. Когда профессор Старов звонил, я спросил по поводу тебя, и он ответил, что невеста может жить в квартире вместе со мной. Гале было сложно принять всю информацию, свалившуюся на её голову. Однако радость оказалась сильнее всех других чувств. Лёшка не обманул. Она, Галя, по-прежнему ему нужна, необходима, даже несмотря на его успех. Осталось самое сложное – договориться с родителями Гали. Алексей хотел сам поговорить с родителями Гали, объяснить им ситуацию и убедить в серьёзности своих намерений. Но Галя очень боялась, что мама неосторожными словами обидит Лёшу. Конечно, ему она не рассказала о своих опасениях, просто пообещала, что непременно всё решит сама. Они договорились, что Лёшка зайдёт за Галей в половине пятого утра, а потом Алексей ушёл. Ему нужно было собраться и провести время с родителями. Отчим, который раньше и слышать не хотел о получении пасынком высшего образования, теперь был ужасно горд и даже пообещал присылать деньги весь первый семестр, пока Лёшка не заработает стипендию. А в том, что Лёшка заработает стипендию, никто не сомневался. Гале пришлось сложнее. Мать, едва услышав рассказ дочери, замахала руками и начала хвататься за сердце. «Даже не говори мне ничего. Не желаю слушать эту чушь. Этот Лёшка первый враль. Вечно придумывает, а ты за ним в Сибирь собралась. Кто же мне, жена декабриста?» «Мама, Новосибирск – город гораздо больших возможностей, чем наш областной центр. А ты говоришь так, будто я собралась в глушь какую-то, в ссылку». «Да кто его там ждёт, друга-то твоего любезного? Квартиру ему оплатили. Его в общагу-то никто не пустит. Пусть бы хоть оделся поприличнее. Нищеброд и выдумщик, да и ростом тебя ниже. На тебя такие парни засматриваются, а ты…» «Мама, не смей так говорить об Алёшке. Он лучший. Я люблю только его и всё равно уеду с ним». «Поезжай, поезжай», – недобро усмехнулась мать. «Только вот без родительских денег поезжай. Не везёт, да? А на одной только любви далеко не уедешь». «Мама, почему ты всегда рассуждаешь так, будто мы какие-то дворяне? У нас такая же семья, как и у Алёши». «Вообще-то, я бухгалтер, а не буфетчица, как его мать». «И что? У них прекрасная дружная семья. Какая разница, кто кем работает? Главное, что люди честно трудятся, не воруют и не побираются. А я и без денег уеду, проживём, работать пойду». «Отец, ты почему молчишь?» Мать, повысив голос ещё сильнее, гневно посмотрела на мужа. Дочь будто на пня наехала. Образование ей по боку уже. Собралась за своим изобретателем в Сибирь. Работать она будет, содержать его. Отец махнул рукой и вышел из кухни, где происходил разговор. Хорошо, что младших дома нет. У бабушки с дедом гостят. Не слышат этих разборок. Так ни до чего и не договорившись, Галя и её мама разошлись по своим комнатам, обе весьма недовольные друг другом. Галя твёрдо сказала, что от Лёшки не отступится. Верит ему больше, чем самой себе, и отъезд – дело решённое. Однако, пока Галя ходила в душ, мать забрала все её документы, а потом, когда Галя ещё не хватилось пропажи, заперла двери комнаты дочери снаружи. Поняв, что случилось, Галя впала в настоящее отчаяние. Мысль о том, что она может опять предать Лёшку, как тогда в детстве, отказавшись от совместного путешествия на машине времени, была невыносима. Но отчаяние и безысходность придали Гале решимости. Дождавшись, когда родители улягутся спать и дом погрузится в темноту, Галя начала открывать окно. Она твёрдо решила сбежать, пусть и без денег и документов. Она придёт к Лёшке прямо ночью. Всё равно рассвет совсем скоро, а там и поезд. Комната Гали располагалась на втором этаже, и мать не подумала, что Галя отважится на безумство. Окно было уже открыто, когда Галя услышала, как кто-то осторожно отпирает двери в её комнату. Душа ушла в пятки. Неужели всё? Неужели ничего не получится? В комнату, прижав указательный палец к губам, вошёл отец. «Готова?» – шёпотом спросил он. «Собралась?» «Готова!» – кивнула Галя, с надеждой глядя на отца. «Вот, держи, дочка. Тут твои документы и деньги на первое время. Потом, как устроитесь, пришлю ещё». «Папочка!» – Галя кинулась на шею отцу. «Да тихо ты! Давай убирай всё, хватай сумку и пойдём. Провожу далёх и тебя. А потом буду караулить мать, пока ваша электричка не уйдёт. Не бойся, я не дам ей ничего сделать. Побесится и перестанет. Не любит, когда не по её выходит. Характер, что поделаешь». Отец оказался прав. Мама Гали смирилась с решением дочери очень быстро. Правда, для этого ей всё же потребовалось посетить Новосибирск, с инспекцией, так сказать. Как только муж уехал на вахту, Нина, мать Гали, кинулась к родителям Лёшки. Ехать до Новосибирска было не так уж и далеко, особенно если на машине. Но у родителей Лёшки машины не было, хотя у отчима были права. А у родителей Гали машина. Однако Нина не умела водить. Объединив усилия, Нина с будущими, да можно сказать уже с настоящими, сватами отправились в Новосибирск. Отправились без предупреждения. Двойняшек Нина оставила со своими родителями. К тому времени Галя и Лёшка обжились. Лёшка начал подрабатывать в КБ, пока на подхвате. Галя успешно сдала вступительные экзамены и была зачислена в педагогический университет. Единственное, от чего Нина скривилась, так это от наличия в квартире единственной, зато двуспальной кровати. Но потом вспомнила свою молодость и промолчала. Иногда бывает очень полезно освежить свою память и вспомнить себя лет этак в семнадцать. После поездки Нина окончательно успокоилась. Единственное, о чём Нина всё же попросила дочь, так это не спешить с детьми. Сначала получить образование. И в этом вопросе Галя была с матерью полностью солидарна. На этот раз молодое и старшее поколение расстались очень довольны друг другом. Как только Галя и Лёше исполнилось восемнадцать, они расписались. Свадьбы не было, только регистрация. Однако Лёшка сам заработал деньги на платье для Галли, на костюм для себя и на кольца. Кандидатскую диссертацию Лёшка защитил в двадцать пять лет, тот день, когда Галя родила первенца Гришу. Гриша решил увидеть мир на две недели раньше срока. Роды были стремительными. Скорая едва успела довести Галю. Зная, что Лёша на защите, Галя не стала ему звонить. Так уж получилось, что молодой отец узнал о рождении сына, получив от жены фото Гриши. Как Лёше удалось уговорить дежурную медсестру, история об этом умалчивает. Однако он появился в палате роддома поздно вечером. Принёс продукты и даже цветы. Держал на руках спящего сына и смотрел на него. Через полчаса Галя не выдержала. «Лёша, как прошла защита?» «А, что?» Галя поняла, что муж даже не услышал её вопрос. «Как прошла защита?» Погромче, но так, чтобы не напугать спящего Гришу, переспросила Галя. «Да нормально, что с ней может быть не так?» «Галя, а на кого он похож?» «На тебя!» «Конечно, цвет глаз может измениться, но в данный момент они точно синие и волосы светлые. Я сразу тёмненькая родилась», — мама рассказывала. «Лёш, а этот профессор, твой оппонент, как он? Не пытался тебя завалить!» «Да нормально!» «Лёш, ну расскажи хоть что-нибудь!» Галя даже обиделась. «Ты же получил учёную степень! Не каждый день такое происходит!» «И сына ты мне даришь не каждый день!» — улыбнулся Лёша. «Не обижайся! Я обязательно расскажу тебе всё в красках! Но пока всё самое важное для меня находится здесь, в этой палате!» Спустя пять лет, через два дня после того, как Алексей защитил докторскую диссертацию, Галя родила дочь Катю. Вот так совпало! К счастью, Катя оказалась более терпеливой, чем Гриша. Предпочла родиться уже в семье новоиспечённого доктора физико-математических наук. Сейчас Алексей уже профессор, один из самых молодых членов корреспондентов РАН. На его счету несколько десятков изобретений и множество опубликованных научных работ. Галя работает в гимназии, преподает в начальных классах. На работе никто даже не догадывается, что Галя жена профессора. Зато, когда Алексей, смирившись с необходимостью, выходит с Галей в свет на какое-нибудь мероприятие, его коллеги, те, которые ещё не в курсе, очень удивляются. Ведь они были уверены, что профессор Подгорнов женат на науке, а он оказывается женат на ослепительной красавице, которая, к тому же, кроме своего Подгорного, никого вокруг не замечает. Вернувшись домой с подобного приёма, Алексей, смеясь, забрасывает куда-нибудь галстук бабочку и всякий раз обещает Гале, что в следующий раз она пойдёт с ним только в паранже, ибо его нежная душа не выносит того, как окружающие мужики смотрят на его жену. «Хорошо», – отвечает Галя. «Но только после того, как мы совершим обещанные тобой путешествия во времени. Это единственное обещание, которое ты до сих пор не выполнил. Я работаю над этим», – улыбается Алексей.